Приветствую вас! Я решил ответить вам на ваш вопрос, потому что вы писали мне в личку, но как-то разговор у нас с вами не пошел. Вот, и я посмотрел вашу страницу, увидел, что вы задавали вопрос публичный, увидел, что до сих пор вы не выбрали лучший ответ, вот, и решил дать на него, на ваш вопрос, свой ответ, ну, мало ли, вдруг поможет. Я особо, конечно, жду, что вы мой ответ выберите лучшим, и вы, тем более, придете консультироваться, но, тем не менее. Итак, вы пишите, мне 29 лет. То есть, вот, не привет, да, не здравствуйте, не все, а сразу просто мне 29 лет. Сергей, ну, я сразу скажу, что, когда люди вот так вот пишут, да, что, ну, мне там, вот, сколько-то лет, да, и так далее, ну, всегда появляется такое ощущение, что людей волнует возраст. Ну, тут есть какое-то вот, ну, какое-то восприятие, да, возраст. То есть, типа, что, значит, ну, типа, что возраст имеет какое-то значение. Значит, значит, неудачный брак, пишите вы, ведь хотелось бы, конечно, чтобы вы как-то вот определили, определились бы, да, ну, с этим моментом определились бы, то есть, ну, почему, почему брак неудачный? То есть, вы же, вы же, вы же, наверное, как-то женились, да, вы выбирали жену себе, да, да, вы, наверное, знали человека, ну, в смысле, какие-то чувства вы испытываете к человеку, вот, и так далее. То есть, это, ну, такая история. Так, давайте, давайте все-таки разберем, почему, почему брак неудачный? Вот. А, и, и для чего он неудачный? Что в нем неудачного? Такого в браке. Ну, ваше. Ну, то есть, это вот такая история, такой момент. Дальше идем. В следствии серьезного скандала и сильнейшего стресса, я задал себе вопросы, которые я как-то боялся. Сергей. А, серьезный скандал, из-за чего? Из-за чего серьезный скандал? Сильнейший стресс, из-за чего? Тоже очень важный момент. То есть, как мы можем вам помочь, да, как мы можем вам помочь? Если мы, не знаю, из-за чего, из-за чего вы, например, поссорились. Я так понимаю, в браке. А, может быть и... Ну, не только, мы не только в браке. Да? Вот. То есть, может быть вы поссорились, как бы, ну, не только со своей женой. Может быть вы поссорились с кем-то еще, с участием. Вас и вашей жены, к примеру. Вот. Такой тоже может быть. Но из-за чего? Какой вклад вы внесли, вот, в ссору? Скандал и так далее. То есть, это, на мой взгляд, очень важная история. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Понимаете? Вот. Вы говорите, я испытал сильнейший стресс. Сильнейший стресс из-за чего вы испытали? Что конкретно вы подразумеваете? Под сильнейшим стрессом. На мой взгляд, это то, что вам нужно для себя ответить. На мой взгляд, это то, на что вам нужно для себя. ответить. Ведь не первый день, как бы, это было. Ну, то есть, вы не первый день жили и пыли со стрессом. Вот. с чувством стресса. Из-за чего-то, из-за чего-то, он появился. Дальше. Вы пишите, я задал себе вопросы, которые, о которых ты сам боялся. Откуда страх? Перед вопросом. С чего конкретно вы боялись? Почему вы боялись? в чем, в чем заключался ваш страх? А может быть, в чем он и заключается до сих пор? Это то, на что, в том числе, вам нужно ответить, для себя. То есть, тонкость не в том, чтобы задать себе вопрос, а тонкость в том, чтобы увидеть и понять, что именно вызывает у вас страхи, что конкретно вызывает у вас страхи. Вот это, то, что нужно для себя, вам понять. То есть, получается, что вы себя обманывали все это время. Получается, что обманывали вы и своих любимых, обманывали вы своих родных, получается. И у всего этого есть, очевидно, свои причины. То есть, свои какие-то причины, по которым вы обманывали. На мой взгляд, это, в том числе, нуждается в корректировании. Так же. Я принял решение больше себя не обманывать. Я так и поступил. Понимаете, какая же штука? Может быть, вы и приняли решение больше себя не обманывать. Ну вот, перестали ли вы себя винить? Вот это вопрос, на который у меня нет ответа. Но мне почему-то кажется, что нет, не перестали. Вы не перестали себя винить. Вы продолжаете себя винить. Даже... Как бы... Но... И еще больше возможно... Ну еще больше возможно вы себя обвиняете. Теперь. Вероятно. Хотя это без формы не точно. Вот. То есть, очень важно ваше отношение. А не то, что вы делаете. Дальше. Это оказалось намного тяжелее, чем за обман. Меня перестали понимать даже близкие люди. Видите ли, начинать нужно с того, что принять себя. Принять себя таким, какой есть вы. Судя по всему не принимают. Потому и тяжело. Близкие люди вас перестали понимать, потому что вы не смогли правильно и корректно адекватно донести до них то, что вы за себя не принимаете. Но они прекрасно ощутили, они прекрасно почувствовали, они прекрасно увидели, что вы себя. Вы себя видите. Они прекрасно это увидели. Прекрасно почувствовали. Вы себя вините, вы себя обвиняете. И что еще нужно? Что еще нужно? Ничего. Больше не нужно им. Ничего. Так что, я всегда думаю, что то, что вы описываете это абсолютно нормально и естественно. Как мне быть? Что бы что? Я запутался или просто испугался? Вы изначально запутались, а теперь еще и испугались Сергея. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.